МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алкоголик Шариков, даже пьяный, гордо называл фамилию. А Костя не помнит. Фамилию... Все, 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 успокойся, успокойся. Фамилию назови свою еще раз. Фамилия есть? Есть! Но на улице Костя не знакомится. Я не буду, я все, я... О, ты мой... Его не пускают? И Костя грубит. На каком, твою мать, основании ты вообще меня можешь съесть и жать? На основании того, что вы совершили ДТП. Руля транспорта в террасли. Его машина к двум другим прислонилась. Не верит Костя пьяным глазам. Офигеть. Два автомобиля пострадало? Два автомобиля. Нет, один. У вас 21-13 тоже с трапинами крылья стоит свежий. Да ну, какое ДТП? Нет, такого не было, не было. Волкометр тут отказывается. Есть причина. Меня сейчас потеряет мама, нахуй. Меня все равно... Я сейчас, я тебя мама потеряю. Сейчас вы увидите, как меня потеряет мама, нахуй. Заругает мамка. Кто это из кустов не смело? Знакомиться инспекторы. Егором его зовут. Александровичем. Автомойщик он. Штормит. Егор Саныч. А что, у вас состояние такое? Вы устали? Да. На мойке работаете с сутки напролет. Согласен. Так уработался. Не помнит, как за руль сел. Я сел? Да. То есть я куда-то поехал? Вот задом выезжали с парковки. Я просто сзывал. А машина сама поехала. Неужели не ясно? Я не умею водить, я не собираюсь сам садиться. Я водить в принципе не умею. По пьяни не то, что ездят. Летают. Егор Саныч продолжает удивляться. То есть вы угнали автомобиль чужой, да, получается? Я угнал. И не попадая по статье, угнал. Все было по взаимному согласию, говорит. Чик не оставил, просто ключи. Это не угон, просто перегон. Перегон. За перегон с перегаром 15 суток полагается. В Ижевске очевидцы помогли задержать неадекватного водителя, который сбил девушку прямо на пешеходном переходе, а затем протаранил иномарку. Вот прохожие и другие водители пытаются оказать первую помощь пострадавшей. Дама без сознания, у нее несколько переломов. По нашим данным, сейчас она в реанимации. А молодого человека уже передали полицейским. Очень быстро становится понятно. Виновник аварии в состоянии наркотического опьянения. Он не понимает, что происходит вокруг. Дама с собачкой утирает нос любимому. Баранов его фамилия. Сядь, Ирина! Сядь, ты любишь меня или нет? Не уходи! Не отвлекайся ни за кого! Ирина! Уйдешь, я умру! Умерла девушка, которую Баранов сбил на пешеходном переходе, а сам, похоже, еще в наркотическом угаре. Отвезите меня, пошел нахуй отсюда! Ничего, раз, пожалуйста. Пошел нахуй, отвезите меня, блядь, куда-нибудь! Отвезли его пока в суд. Арестован Баранов. Инспектор составил протокол. Эвакуатор ФАС. Можно ли вместо стростоянки отправить машину к дому нарушителя? И совершенно бесплатно. Пусть бежит неуклюже инспектор по лужам. И вовсе не вода наливалась тут рекой. Что употребляли-то? Пиво, чай. Только пиво. От управления пьяного отстраняют. Автомобиль на стростоянку. На Выжевске после недолгой погони автоинспекторам пришлось иметь дело с двумя очень пьяными подругами. Как только их остановили полицейские, дамы устроили для них настоящее представление с неприличными жестами и небылицами, которые на трезвую голову даже не придумаешь. Шоу на дороге оценила наш корреспондент Кирилл Бакумов. Три нетрезвых подруги привлекли внимание активистов недалеко от развлекательного заведения. Изрядно выпив, девушки слушают музыку, которая разносится из автомобиля. Вскоре догадки подтвердились и две красавицы, запрыгнув в машину, неуверенно поехали по городским улицам. Пришлось вызывать полицию. Впрочем, как только появились инспекторы ДПС, дамы не отреагировали на требования остановиться. Наоборот, они выжили педаль газа. Преследовать их пришлось на огромной скорости нескольким патрульным машинам. И вот, когда погоня наконец закончилась, леди начинают спектакль. Камера действует на пьяных девиц, словно красная тряпка на быка. Вместо того, чтобы хоть попытаться вести себя достойно, они начинают осыпать оператора и полицейских угрозами и оскорблениями. Словил, тебе еще пятку показать? На, на, сними, сними. Уберите ногу, девушка, тут люди сидят вообще. Убей свою камеру! Складывается впечатление, что рука этой девушки просто застыла в нецензурном жесте. И согнуть обратно палец уже не получится. При этом на обвинение в нетрезвом вождении дамы реагируют по классической схеме. Но за рулем была не она, а некий мифический ухажер, растворившийся в воздухе, как только машина остановилась. Так мне интересно, почему с мигалками сотрудники поездят и вас останавливают? Да ладно? Да. Может, молодой человек не видел там сзади, что мне с мигалками-то еду? А где молодой человек находится? Да молодой человек, видишь, выше. Музыка была громкая, что не слышал, меня не видели. Вскоре появляется мать задержанной. Женщина тщетно пытается успокоить разбушевавшуюся дочь. На работу просто нет. Теперь девушка вряд ли сядет за руль ближайшие полтора года. А еще придется выплатить штраф. Кстати, и медицинская помощь даме не помешает. Хотя бы палец согнуть обратно. В Ужевске автоинспекторам пришлось в буквальном смысле слова отбиваться от буйной нарушительницы, которая возомнила себя самой деловой, похоже, самой влиятельной особой в городе. Дама отказывалась подчиняться полицейским, оскорбляла и грозила влиятельными знакомыми. Чем же все закончилось, покажет Кирилл Абакумов. Эта автоледи не отреагировала на требования сотрудников ГИБДД остановиться. Ее пришлось догонять по узким улочкам среди домов. Но оказавшись в руках правоохранителей, она своим поведением подает ясный сигнал. Этот день полицейские запомнят надолго. Ты работаешь в службе, а ты тупой. Дома сиди, балинки плети. На любую фразу инспекторов девушка отвечает очень не по-женски, отборной, нецензурной бронью. Она, дескать, бизнес-вумен, торопится на миллионную сделку, а тут какие-то полицейские смеют ее величество от дела отвлекать. Да еще и в участок собираются забрать. Сейчас за мной приедет личная карета в РОВД. Без вашей помощи я обойдусь, ясно? Да. Лично начальник приедет и отвезет меня. Можем перестануть меня оскорблять. Как я перестану, если вы тупые? Если вы работаете, вы тупые. Потому что нормальные люди бы там не работали за зарплату 10 тысяч. В Ижевске автоледи разгулялась. Я сказала, должность, фамилия, имя. Ты меня не называл. Елена Розкина. Еще раз сказать? Имя, отчество, должность. Замком рода. Должность. Так замком рода, Юрий. Свисток и жезл Елене Лишенко не указ, не остановилась по требованию. Ее догнали. Она пояснила. У меня сегодня в планы не входило с вами общаться с дебилами. Ей протокол. Давайте, мол, гражданочка, подписывайтесь. Может, петь тебе, станцевать? Я все умею. Поклонников таланта среди инспекторов не нашлось. Если вот вы работаете, вы тупые. Потому что нормальные люди бы там не работали. И совсем с катушек слетела Лена. Полицейского по лицу. Хлоп. Наручники и захлопнулись. Заведено уголовное дело. В Ижевске Елену Лишенко прав лишают. Она лишение чувств изображает. Стойте, пожалуйста. Ее под белой рученьки. А она ножкой. Это уже третья схватка Елены с полицейскими. Ой, опять кино. Как здорово. Задержали ее после очередного ДТП. Удрать попыталась. За неделю три аварии. За это права и забрали. За драки с полицейскими три уголовных дела завели. И под стражу взяли от греха. Елену прекрасную. Все ваши телефоны на прослушку поставили. Ну как они, так и я. Надо звониться уже. У меня тоже есть рычаги управления. Последняя реплика на зрителей и участнику спектакля не произвела нужного впечатления. Полицейские это проходили. Лену уже задерживали на днях. После погони она разразилась тирадой. На зависть всем сапожникам. Меня ждет нормальный человек. У меня сделка. С ним я уже разобралась. Его уволили. Сейчас еще стайка дебилов хотят на увольнение. Хоть одна запись в интернет попадет. Все дебилы получите. Сказала. Церемониться с девушкой не стали и на этот раз. Первая же попытка наступить полицейскому на ногу. И скандалистку заковывают в наручники. Теперь спектакли Лена будет показывать соседям по камере. По решению суда буйная автоледи арестована. Продолжение следует.